здравствуйте вы на канале мир от просто алексей борода богдан с нами привет я тут перчатках правда у нас сегодня вторая часть которая называется это вам не автомат калашникова часть 2 а значит у нас богдан сегодня привез свои игрушки взрослые привода да сейчас дальше будем рассказывать чем отличаются какие фирмы вообще какие бывают арки шить такое что такое м4 м16 там чем они отличаются короче будет очень много всего интересного а в начале передачи оговорюсь от они видимо не досматривают все плохие комментарии ребят дорогие буду удалять вас блокировать вообще не интересно вообще не интересно что-то хорошее пожалуйста пишите мы отвечаем какую-то критику конструктивную тоже пишите пишите что думаете вообще об арках что думаете о калашников и так далее но повторюсь еще раз все те кто пишет какие мы да какие они там и так далее негатив одним словом зачем он нам нужен всех до одного блокирую я не шучу да однозначно просто блокирует вот начнем богдан давай начнем тогда вот так расскажи чё это вообще вот вот это такое вот почему 3 и они разные и не похожи друг на друга с этой так хорошо начну вообще почему арки почему арки потому что арки это круто и красиво сто процентов вот мы это видим с вами это как лего как лего пожалуйста богдан вот давай еще раз что-то хотел сказать да я хотел сказать по поводу арок что это лего можно сказать взрослая лего настоящих брутальных мужиков потому что когда ты берешь не в обиду калашникова но все же особенно после двадцатого года кстати говоря когда вышел закон о модернизации что нужно идти в росгвардию и все там писать они начали все делать на штифтиках там на каких-то конусах знаешь все перестроили и чтобы тебе поменять какой-то приклад себе нужно просто выпилить все просто можно сказать выпилить и слить заново кстати давай сразу ремарочку людям да без ним я кстати купил все новое ружье и вот про то что да ты говорил то есть граждане теперь ситуация какова покупаете вы например ружье неважно там надо неважно что решаете вы его ну как это модернизирует что да да то есть условно говоря внести изменения изменения для этого изменения конкретно отличающие от магазина даром для этого идете в росгвардию по месту понятно прописки там и так далее пишите там на госуслугах опять же заявление там кстати ребята классные обычно работают ну пока не на самаре вот такие мужики они вам помогут заполняйте заявление на госуслугах они вам выдают вот такой листок после этого вы модернизируете грубо говоря свое оружие приносите опять им его на осмотр ну там с корешком если это не вы сами делали например в магазин да можно сдать вот вам все это смотрят там что-то наверное где-то отмечают вот такая теперь процедура на самом деле сложного опять же в этом нет ничего но надо потратить какое-то время ну во первых время во вторых если ты хочешь все-таки это сделать сейчас очень будет сложно модернизироваться опять же тебе нужно идти какому специалисту который шарит до которого есть инструмент да раньше ты там выкалочку взял молоток все выбил все готово а теперь что тебе нужно снять приклад тебе нужно блин и и дрелью там очень много чего снятие то есть калаш теперь так просто не разберешь ну например приклад не поменяешь просто ручку спокойно поменяешь цевьё тоже спокойно принесла с прикладами пришлось подолбаться век в восьмого калибра был вот ребят кто не знал теперь вы знаете больше так значит это у нас конструктор до разбирается собирается и так далее давайте теперь пройдемся богдан вот как-то вот типа вот ребят давайте так я новичок да там кто не в курсе теперь в курсе богдан профессионал и я как бы вместо вас но и заодно сам по себе буду богдан спрашивать вот такие вопросы вот ну для домохозяек условно дошу мы реально разобрались я ни хрена не понимаю значит три арки то есть мы как привыкли вот у нас есть калаш это один завод бывает там такая сайга блин секая сайга вепрь такой вепрь но все это калаш это все разное это все то же самое r15 да только то же самое только единственное не сайга вепрь да а это просто r15 которые деланы разными производить а вот вот то есть условно концерн калашников это концерн калашников да он один делает всегда у нас калаши а это именно модель по сути 1 да но делается разными заводами условно говоря там тюнинговое ателье может быть до какого-то брала сами на этом такая тема так вот это чего у нас такой это у нас дэнил дефенс дэнил дефенс чтобы это не значило дэнил дефенс это как раз завод который производил эту арку они кстати новенькие на рынке ну как новенькие лет 10 и уже делают одни из самых крутых арк на самом деле путизна арки до заключается в том что во первых правильные стандарты и например чтобы опер не хлюпал потому что опер словером когда соединяешь иногда есть зазоры кстати даже женщины мы да 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 мы женщины вот этот момент обсуждали да тебе нужно либо прокладывать что-то еще делать вот здесь вот например производитель сделал там где опер соединять с ловером болтик закрутил людям обезли можешь раскручивать за опер это верхняя часть соответственно ловер это нижняя часть будем для домохозяек грубо говоря объяснять вот для нас вот неопытных так понятно то здесь уже все продумано у тебя здесь стоят два прицела коллиматор и соответственно загонник да наверное так называем да ну тоже коллиматорный прицел насколько я знаю почему-то называют трижек он а как вот он четырехкратный сразу то есть у него нету как в загоннике кратности меняется 8 вот вот здесь вот он загонник она меняется от 1 до 8 на это еще разойдет как производит это на сша до производят сша по ценам я вот не уверен что людей надо шокировать или будем шокировать но я тебе скажу так что в штатах все это стоит не больше ну каждая винтовка стоит три с половиной тысячи у них условно на 3 цена вот три с половиной тысячи башни но без оптики без всего три половины три с половиной три с половиной у них в принципе варьируется цена от двух тысяч ну за хорошие два трех с половиной до рукой на это типа вот если ты хочешь там красивую или какую-нибудь тактическую пытаюсь посчитать ну ты где 250 тысяч на наши деньги такое ну 300 давай возьмем давай 300 это там не собрать а у нас умножаем на 3 на 3 как обычно смотря как достаешь смотря как достаешь да у нас кстати про цены вообще в россии у меня скоро видит вы короче видео там смотрите на канале там я сам шоке был когда все посчитал богдан это так понятно то есть примерно ладно сцену разобрались в чем давай так с этим как-то гашь дефанс что-то данил дефанс дэнил дефанс пожалуйста вот это что такое f1 фарамс набор букв какой-то это то есть другой завод до завод штатовский кстати с производителем этой арки я стрелял в швеции на чемпионат мира ухты вот да и он тоже ходит со всеми красивыми арками своими вот классом такой старенький мужичок лет шестьдесят ему и супругу тоже стреляет вообще такие заряженные да прикольно вот это вот для вот таких случаев и существуют такие арки чтобы люди пришли и просто кайфовали и не получали удовольствие это как-то старк индустриста это да это вот старк индустриста написано вот эта арка чисто выполнить но это жалко с такого стрелять как бы да и не понятное дело это это арка для того вообще для состояния души кто следует фразе типа я бы рад перестал выпендриваться но пока нет такого вот прям для нас слушай ну вообще да людям покажем обратить внимание какая интересная рукоятка это ручка но смотри скелетон с красного класс вообще вот тоже да вот в аппере тоже это все для облегчения здесь нет ничего а здесь вот люди ну когда стало легче да да тяжели реально офигеть разница да богдан а вот тут сам массивные ты это больше для более-менее дальних дистанций там или 500 вот оптика потому что когда стреляешь и писем или я частенько и в обычном и писи там у тебя варьируется расстояние от 50 метров до 350 до трех стопе тебе нужен загонник чтобы увеличивать расстояние оптической и вообще так а здесь стоит чего здесь у меня импоинт коммун 5s тоже есть а импоинт коммун 5 он типа большой военный коллиматор а это коллиматоры да то есть это тоже коллиматор а есть уменьшенный это прицел загонник да а здесь сбоку коллиматор тоже коллиматор ну естественно так соревновательный у тебя вот эта арка соревновательная у меня вообще вот эта арка а вот это все таки ага это у меня просто рабочая и тактику можно стрелять и и спорт потому что знаешь постоянно менять оружие тоже не прикольно ну да как бы с одной арки тренируешься занимаешься и так соревновательный вот это но при этом у нее как ты показал аппер ходят немножко да это в принципе не влияет вот но калибр 223 везде это 556 на 45 так богдан а бывают ли они например 308 калибра бывают бывают и 308 и 762 9 на 19 есть а на пистолетный понятно ага ты стрелял с чего-то вот да я стрелял 762 и с 9 на 19 с 9 на 19 слушай прикольно и блин я с 308 попробовал так и 308 примерно 0762 по сути да примерно это считается но 38 чуть мощнее потому что выходит в мажор но у нас вот ну да да вот 762 не проходит 308 уже проходит ну да потому что людям объясним наш стандартный 762 у него гильза 39 соответственно определенное количество порох там определенный вес пули а 308 калибр это тоже 762 но на 51 гильза то есть она больше больше пороха пуля сама немножко по-другому ну да 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 поэтому конечно она лупит сильнее богдан и у меня еще вопрос вот как у любителя боевиков 90 80 это м4 или м16 по сути это по сути м16 а это м16 именно м16 переделаны уже ну правда понятно гражданская так насколько я почитал м16 от м4 по сути отличается длиной ствола что ли да да то есть м4 меньше длина стола 16 соответственно 16 дюймов у меня у всех 16 а у тебя у всех 16 стволы есть например когда ставишь и 14 или есть десятки кстати о прикольно десятки вообще коротенько десятки у нас сложновато по законодательству сделать не будем углубляться в этот момент но сделать можно скажу так чтобы это было законно считано у такая надо да 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 но это знаешь именно тактическая прям совсем к власть так глаз кого машины так то есть все-таки давайте разберемся с вами м4 м16 по сути одно и то же и она может быть в разных калибрах но зависит длина ствола именно калибр соответственно то есть грубо говоря м16 может называться с 308 м16 например здесь двадцать третьем это все м16 просто разные скажем так модификации разобраться если честно давайте так разобраться проще чем с калашами то что я потряс своей стороны как и богдан я не могу разобраться с калашниками их там 500 тысяч разных названий я вообще ничего не понимаю нам там комментарии пишут комментаторы между собой ругаются друг другу статьи приводит есть это начинаю читать в один год одно написано во второй год другой этот этот прав как тут разобраться непонятно в том что может быть сколько угодно модификации по сути это одно и то ну да да блин стрелять даже об сказал что это то же самое то что то же самое это не одно и то же как говорит булаз у нас все время там приводя интересный очень пример но не будем так 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 дульные дульники смотрю разные все три до дтк здесь стоят все три дульника реактивных а вот но есть не людям чуть такое реактивные дтк снижают отдачу аха с помощью потока энергии дата воздуха когда выходит из дула он его ее распределяет и оставляет арку на месте чем правильнее подобран дтк меньше отдача ну по-русски дульный тормоз компенсатор он так и называется тормоз компенсатор понятно вот да я конечно не люблю к отдача маленькая ну сегодня попробуем постреляем посмотрим для скорости нужно если ты хочешь наваливать быстро тебе нужно чтобы она как можно больше как можно стабильнее стоял у тебя рука ну как палка условно да то чтобы ее не канды балу да то что у калаше от москока отстреливали у них обычно левее выше то есть тут опять от разных дтк конечно зависит вообще если просто говорить просто говорить да в плане настройки арки и то есть у нас здесь есть пружина и газовый блок и дтк вот три компонента которых нужно с помощью патрона то есть ты выбираешь патрон которым ты будешь стрелять всегда и подгоняешь всю эту систему под этот патрон чтобы она вот как то есть почему здесь газовый блок стоит потому что в стволе есть дырка можно обычная дырка высоролена и через эту дырку выходит воздушный поток по трубке и толкает затворку это затворку хоть уже в пружину понял вот и фишка в том что можно регулировать задачу то есть можно этот болт закрутить кого сильнее а можно открутить откручиваешь естественно затвор быстрее и сильнее закручиваешь наоборот так у нас смотри опа а где здесь а здесь нету а не понял еще за прикол стоит слева ты сюда увел ее то есть обратить внимание ну условно как на калашах вот она то есть можно рукой сдвигать класс но на калашах обычно справа справа да 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 ну бывает двухсторонний понятно слушай вообще интересная тема то есть вот кому кто не знал я например не знал то есть вот ребят кто любит как говорится передергивать пожалуйста потому что одну кто не в курсе сейчас первый раз наши арки смотрят там обычно вот здесь у нее вся эта тема этим в принципе они отличаются в основном да как мы любим всегда говорить нас с богданом есть мы арки разбирали коллаж разбирали там ссылочки вообще на все видео с богданом в описании будут посмотрите много там интересных видео чё еще богдан добавить убавить или постреляем да сейчас постреляем тоже мы приходим к выводу что это лего до хотела ленда его тебе не нужно ничего пилить просто вот поменял опер с этой фигурной и все а то есть все таки теперь менял да я не одну друг от родной только модификацию него это вообще а творчество вот это вот русская винтовка до торчится но от нее остался только номер потому что все здесь стоит джипи на рукоятке это уже через навес и тони систем слушай ну класс вообще вот это у нас сброс магазина это не сброс магазина вот это вот это затворная задержка задержка вообще прикол такой вот она у тебя встает на затворную задержку да ага вот и обычно снимается с левой стороны нужно шлепнуть а когда ты меняешь магазин ага можешь его просто засунуть ага и нажать вот сюда на красный ух ты класс и она уходит ну вот как ты говоришь это у тебя как раз соревновательный карабин тут я уже не ставил вот поэтому смысла не да обычно в рабочем процессе ты ладошка и все блин какая тема классные мужики кто любит да вот эту тему с калашом мне сейчас честно в душу прям запала просто раз были на да нет а идет как вообще ну блин оргазм вот серьезно я конечно люблю с калашом вот это да вся тема особенно там если поставить туда богдан не просто эту а такая она выгнутая прикольно оставила я понял чтобы да прям но здесь тоже да как будто бы ну честно будем говорить по стране с калашом это как будто игрушечная сейчас тема была до настолько легкая блин как будто бицуху качнул заодно там ну короче что переходим к стрельбам вот так вот ребят проговорим пока я не забыл вот альтернативой данному оружию есть китайская на ринка у нас есть по видео да там очень много просмотров там ссылочка в описании посмотрите мы здесь же снимали кстати мы в ловчем что находится в городе тольятти она здесь есть в доступе то есть вы можете снять его аренду как это называется короче пострелять приехать потому что но это понятно цена да там грубо говоря под миллион а у той цена там 100 тысяч то есть принципе ту на ринку позволить себе может ну скажем практически каждый человек да там кто-то подкопив кто-то как в целом да и все можно сделать то же самое да тюнинг кстати да он абсолютно пригоден то есть чуть денежка появилась чёрно пилил поменять и все да 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 на ствол к этому моменту не жечь да 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 кстати по ней статистики еще нету по этой на ринке но бытует мнение вроде как у какого-то там дядь вася дядь петя на стрел уже там даже не кстати кабан у нас тоже видео там по ссылочке посмотрите с ним про его на ринку раз китайскую он говорит что общался богом вроде как 15-20 тысяч уже у пацанов есть мужиков насколько правда вот у меня здесь орти стоял именно ствол он меня проходил ну реально где-то 20000 вот сейчас я поставил союз тем агол карбонитрированный а вот внутри как бы там специально такая фигня ну не знаю сколько проходит уже 5000 есть но довольно большой разброс и 100 метров и ну вот имейте ввиду то есть в принципе для людей скажем так ограниченных средствах десятку она пройдет сто процентов вот 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 есть на ринка до китайская богдан давай мы знаете какую тему сейчас подымем мы ее как-то не касались не с тобой не стану с кабаном женька не с андреем правой сэм расскажи чего нибудь зачем их меняют в чем разница да у сэма есть очень много альтернатив всяких расскажу разницу у сэма все дело в нажатии то есть у нас есть разное натяжение спуска вот мы можем сделать мягче и мы можем сделать жестче чтобы был свободный ход побольше на меньше в общем это все регулируется а вот как есть разные у сэма есть например у сэм когда просто ставишь эту коробочку потому что на арках у сэма обычно в коробках стоит вот там два штифтика разбиваются и все стоят есть конечно и разборный но не очень удобно ну вот вот берешь эту коробочку ставишь и вот у тебя будет вот примерно вот такой спуск да просто вот да чуть-чуть то есть вот даже свободного хода нет короткий ход прям у нее получается он 1 1 1 жесткости а то есть он не регулируется вот есть у меня другой уже регулируемый то есть я захотел сделал побольше расстояние захотел пожестче вот тут он намного мягче может ты сейчас будем начнем стрелять и попробуешь лады и прочувствовать там вот сама затяжение очень интересно то есть тут он резкий а вот он такой затяжной и ты не понимаешь когда он стрельнет а вот попробуем да это интересно ты дурну можешь делать как угодно и вот здесь кстати у сэм я хотел сказать делает кстати в ловчем работает да и это его с класс то есть это прям в ловчем производит у сэм на но него в чему производит этот человек работает в ловчем а вот когда вот если будет интересно естественно контакты спросят да 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 если чё там спрашивать контакт очень надежда в сэм один из моих любимых наш отече на производить эти вот у сэмы все они американские ага блин ну покупаешь особенно в наше время там тысяч по 60 по вот сейчас у сэм продается магазинах по 90 по 80 тысяч токовый сам как какой-то крючочек практически как на ринку дохода на 4 с не брал до всей этой заварушки обалдеть получился вот этот ну карас дешевле где шаг вы по узнаете кому интересно узнаете там с человеком до совместно кому надо но могу сказать заверить что он работа так понял богдан чё предлагаю ты постреляешь со всех трех давай потом я ну и подведем итоги поделимся впечатлениями до суток поехали так прям сверху да слушай какая штука интересная вот опять ребята обратить внимание трансформер почел богдан говорил ранее то есть даже дтк весь не пришлось снимать а прям сверху накручивается уж вот она калаши тоже есть такая система сейчас посмотрим если чего просто так не нужно сразу надо что сразу ну как всегда у нас что а ну арка да такое бывает вот кстати да интересный момент тоже можно его проговорить что все-таки зарубежная техника к нашим морозам ну не вся вот это будет строить вот дело в том что я ее тюню чуть-чуть и пытаюсь совместить что было и комфортно и и классно стрелял и поэтому постоянно меняет что-то вот сейчас данный момент пружину поменял из этого она просто не ушла то есть ты должен сначала все вариации попробовать и найти решение проблемы обычно когда куда-то едешь в такие морозы ставишь самую лютую пружину и все как бы обычно никаких проблем не бывает может десяточки даже другой отдел да вроде да сейчас проверим нифига нифига на зараза такая вот у нас по ходу когда опять закрылась ура товарищи все работает работает там но проблема была в том что пружина я поставил а а не стрелял еще не надо просто помощнее поставить так отлично ну ничего ничего ну будем знать звук зато какой тихий хочется сказать да это у нас дэниел дефенс или гонял дефенс дэнил дефенс давайте другую возьмем пожалуйста которая точно быть пожалуйста давайте ох какая красивая работает ой ой коллиматора сложно на такую дистанцию стрелять конечно это не шуточки сейчас сошек да постреляем да класс так гражданин собака вы не оглохнете он привыкший да сошек стрелять одно удовольствие а то так ну чего вывод какой мы делаем да что зарубежная техника на наших морозах иногда шалит нужно скажем так подбирать правильно да все убирать нужно правильно но опять я тут сразу хочу вступить в защиту конструкторов которые придумывали ребят но она не придумывалась на минус 15 минус 20 это объективно понятно что все это скажем так американская армия везде любит совать свой нос ну вот по какой-то причине также и если в грязи тоже зазоры маленькие загрязня да да больше больше спорт да да то есть это все таки давайте относиться к этому как к спортивному хорошему очень хорошим спортивному оружию ну и высокоточным опять же калаш вот их все время сравнивают да и мы сравнивали ну типа блин сравнивать их это вообще такое дело ну все для разных задач абсолютно для разных то что калаш действительно это наша легенда это неубиваемая такая вещь но опять там есть история интересная богдан не рассказывал подкаст наш с ним посмотрите там ссылочка будет в описании вот любое оружие можно вывести из строя блин ну я как всегда мне они очень нравятся однозначно если куплю ну правда на ринку понятно одно и то же но не то же самое но все же вот ребят пишите комментарии может кому что интересно что еще снять допустим с арками что-то мы может быть недорассказали какие-то у вас вопросы пишите постараемся ответить ну по крайней мере богдан я то сами понимаете как и вы не зуб ногой вот найдем ответы на все да да вы на канале мир это просто алексей борода меня зовут богдан с нами все пока пока спасибо большое до подписывайтесь не забывайте лайки колокольчики и тогда кстати забыли проговорить в связи с тем что ютубы скорее всего ассалям алейкум скоро сделают не забывайте на наш дзен канал еще подписываться тоже ссылочка будет в описании ну кто на дзене смотрят мужики привет мы скоро с вами все их будем только на дзене все ладно пока